Пластмасса за 90 тысяч гривен. Фотозону «Я люблю Ужгород», которую установили для гостей города, туристы залюбили буквально до дыр. Конструкция потрескалась и местами совсем проломилась. Кто виноват? Те, кто сэкономили на материалах или те, кто чересчур активно фотографировались? Разбиралась Марина Коваль. «Я люблю Ужгород». Красное сердце между полутораметровыми белыми буквами. Такую конструкцию для фотозоны установили на площади возле городского совета. Но сооружение не простояло и двух недель. Кто виноват? Производитель или материал некачественный? Или же виновны фотомодели, которые постоянно пытаются вскарабкаться наверх? Мнения горожан разделились. Конструкция хорошая. Можливо, не для того, чтобы на ней фотографироваться. Какого-то плану, напевно, зловживания. Залазить на конструкцию, потому что каждый человек должен понимать свою вагу. В всем свете такие конструкции делают антивандальные. Тобто металлевые, потому что вандалы есть в всем свете. Чи это в Африке, чи это в Европе, чи это в Украине. Тобто она должна быть металлевая, чтобы хотя бы 20-30 лет она вытерпела наших людей. Конструкцию изготовили из пластмассы по заказу коммунального предприятия «Ужфест». Фотозона обошлась городу почти в 90 тысяч гривен. Эксперты говорят, слишком дорого. И материал использовали непрочный. Если взять табличку из этого материала плоскую и поставить где-то на солнце, то она через піврока просто піде хвилем. Потому что это пластмасса, которая поддается температурным расширениям. Зазвичай, используется алюминиевый композит. Проект, который мы пророковали для города Мукачево. По моему проекту, получалось порядка, возможно, 20-30% дешевше. Ну, это в межах, напевно, 60-70 тысяч гривен. Фирму, которая обустроила фотозону, выбрали без конкурса. Руководство коммунального предприятия говорит, решение об установке конструкции ко дню города приняли за несколько недель до праздника. Времени на поиски производителей не было. Обратились к фирме, с которой работали ранее. Там согласились выполнить все в сжатые сроки и использовать пластмассу. Все обвинения в финансовых злоупотреблениях отвергают. Менять материал конструкции на коммунальном предприятии пока не планируют. Сломанные буквы обещают восстановить. Правда, сколько еще простоит фотозона, неизвестно. Гарантийных сроков никто не дает. Никаких предупредительных табличек, что эта часть не выдерживает весь человека и может сломаться, тоже нет. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Ужгород.